Добрый день всем любителям военно-морского флота. Вы находитесь на канале Викхолд или на канале под веселым Роджером. Сегодня мы вам представим вторую часть фильма, что прокачивает новичку. В этом выпуске мы рассмотрим линейные корабли, авианосцы и премиумные корабли. Открывает американскую ветку развития линейные корабли типа Саут Каролина. Крепкий середнячок на третьем уровне, звезд с неба не хватает, но в принципе хорошую артиллерийскую поддержку в своей команде оказать может. Если попадает он в команду к четвертым уровню, где появляются первые авианосцы, то конечно же он становится очень быстро их жертвой. В японской ветке развития находится линкор Кавати. Корабль имеет по сравнению с кораблем, корабль по сравнению с американцем имеет 6 башен главного калибра, но тем не менее залп на один борт составляет те же 8 стволов. Корабль неплох и мне честно говоря он понравился немножко больше по геймплею, чем американский. Тоже такой крепенький середнячок, но как-то на японском линкоре мне зашло немножко больше. На четвертом уровне в японской ветке развития стоит проект линейного крейсера Мёги. Я несколько раз уже об этом говорил и повторю еще раз, что не место линейным крейсерам в ветке развития линкоров. Возможно разработчики со временем это дело исправят, а может и не будут исправлять, не знаю. В любом случае это проект линейного крейсера, который имеет 3 двухствольных орудийных башни, причем 2 из них находятся в корме, то есть корабль имеет какие-то скаутские характеристики для того, чтобы уходить и отстреливаться. Хорошая скорость хода, очень большая дальность стрельбы, неплохая живучесть, но проблема состоит в том, что многие пренебрегают дальностью стрельбы, начинают сближаться с противником. На четвертом уровне американские линкоры имеют гораздо меньшую дальность стрельбы, но за счет ошибок командиров японских линкоров, которые идут на сближение, американские корабли получают преимущество. На четвертом уровне у американцев находится Вайоминг, который имеет 12 стволов главного калибра в 6 башнях и, конечно, подошедший на дистанцию огня Мёги очень быстро погибает. Поэтому Вайоминг это отличная платформа для нанесения дамага по вражеским линкорам, но единственное, нужно сблизиться на дистанцию огня. Из всех линкоров, на которых я поиграл, мне, честно говоря, Вайоминг понравился больше всех, хотя у многих любимцем является Фусо из японской ветки развития на 6 уровне, Вайоминг мне понравился больше. Я его даже планировал себе оставить в порту, но у нас случилось счастье и всем за закрытый бета-тест раздали Арканзас, который является, по сути, сестер-шипом Вайоминга, но в более стоковой комплектации. В принципе, это ничего страшного, зато он хорошо приносит деньги. На мой взгляд, на четвертом уровне американские линкоры предпочтительны. На пятом уровне у американцев находятся линкоры типа Нью-Йорк. Это дальнейшее развитие проекта Вайоминг, по геймплею совершенно ничем не отличается, такая же медленно плавающая, ходящая артиллерийская платформа с очень хорошим дамагом. Против нее в японской ветке развития стоит очередной линейный крейсер, это корабли типа Конго. Они имеют всего 8 орудий главного калибра, против 10 у Нью-Йорка. Корабли типа Конго гораздо слабее забронированы, по одной простой причине, это небольшое развитие проекта линейных крейсеров британского флота типа Лайан, и это линейные крейсера, поэтому броня у них не линкорная. Но есть одно достоинство, в модернизированном варианте они имеют очень большую скорость хода и можно просто уйти от невыгодного боя. Плюс традиционно японские линкоры имеют гораздо большую дальность льбы, чем американские. Но по нанесению дамага на пятом уровне, я считаю, будет предпочтительней американский линкор. Ну и теперь мы дошли до шестого уровня японской ветки развития. Это любимец многих во всех ветках развития линкоров линейный корабль типа УСО. 6 двухствольных башен, 12 орудий калибр 356 мм, очень хороший залп и при попадании противника очень хороший дамаг. Корабль медленный, поскольку это корабли постройки самого начала Первой мировой войны, имеющие неплохую броню для своего уровня, но очень сильно страдающие от налетов авиации. В американской ветке развития находятся линейные корабли типа Нью-Мексико, которые слабоваты откровенно до шестого уровня. Дальность стрельбы у них очень маленькая, практически ФУСО могут расстрелять корабли типа Нью-Мексико еще до того, как техник смогут приблизиться на эффективную дистанцию открытия огня. Скорость хода примерно сопоставимая с японскими линкорами. Ну в общем, довольно слабенький корабль для шестого уровня, я бы его даже назвал мини-кактусом. На седьмом уровне в американской ветке развития находятся линейные корабли типа Колорадо. Очень многим игрокам они не понравились, и откровенно говоря, против линкоров типа Нагато, Колорадо слабоваты. Снова, дальность стрельбы у нас небольшая, корабли относительно тихоходные, авиация их очень сильно выносит. В общем, корабль, который нужно пройти и забыть. В японской ветке развития находится Нагато, который имеет 8 орудий калибра 410 мм. При попадании они наносят очень серьезный дамаг, но мне этот линкор не понравился. Я долго его катал на ЗБТ, пытался к нему привыкнуть, найти какие-то его хорошие стороны, но мне он так и не зашел. Хотя он однозначно сильнее, чем американский Визави на седьмом уровне, но это не тот корабль, который стоит оставлять в порту. На восьмом уровне в американской ветке развития находится снова линейный крейсер, слабое бронирование, очень мощная артиллерия, находящаяся в пяти башнях главного калибра, из них три на корме. Те же 410 мм, как и на Нагато, корабль быстроходный, но он очень длинный, и это просто великолепная мишень для торпедоносового противника. Такой своеобразный трамвай. Поворачиваться, конечно, от торпед может, но недалеко не от всех. Очень большой недостаток этого корабля – маленькая дальность стрельбы орудий главного калибра. В принципе, корабль кактусом назвать нельзя, он неплох, он дамажит, но у него есть одна большая проблема, и она находится на восьмом уровне в ветке развития США. Это линкоры типа Норд-Каролина, которые по времени постройки на 20 лет моложе, чем линейный крейсер типа Амаги, если бы он был в таком варианте построен. Естественно, корабли типа Норд-Каролина имеют гораздо лучшее бронирование, гораздо лучшую артиллерию, калибр которой немножко меньше 406 мм, но артиллерия точная, достаточно скорострельная, и еще корабли типа Норд-Каролина имеют просто великолепную ПВО. Это такой своеобразный зонтик команды. В любом случае, на восьмом уровне однозначно преимущество за американскими линкорами. В дальнейшем это преимущество только нарастает, мы подходим к девятому уровню, на котором находится мега линкор всех времен и народов – это Айова. Отличная скорость хода, отличное бронирование, хорошая живучесть, великолепная зенитная артиллерия. На девятом уровне в японской ветке развития находится один из авант-проектов линкоров типа Ямато, который называется Изума. Корабль очень специфической компоновки, вся артиллерия главного калибра, состоящая в трех трехорадийных башнях, вынесена в носовую часть. Сзади находится только противоминный калибр, что накладывает определенную специфику по геймплею, и на этом корабле у вас не получится убегать и отстреливаться по корме. Корабль неплох, имеет очень мощный противоминный калибр, и если его прокачать, то дальность будет достаточно большая, эсминцы противника к вам просто не смогут подойти. Но еще раз скажу, корабль очень и очень специфический, на нем геймплей достаточно необычен и требует определенной сноровки. Ну и конечно же на 10 уровне находится линейный корабль Ямато, самый большой из военных кораблей, принимавших участие во Второй мировой войне, вместе с истершипом Мусаси и недостроенным авианосцем Синана. Пока что-то сложно сказать об этом корабле, на ЗБТ мне он не понравился. Корабль очень большой, относительно медленный, не маневренный, да залп у него конечно ураганный. И если хотя бы несколько снарядов зашло в противника, урон просто ужасающий. Но дело в том, что заходит далеко не часто, перезарядка орудий очень медленная, а как цель для торпедоносного противника с авианосцев 8 по 10 уровень просто лакомая. Заходит торпед в него немеряное количество, что очень радует владельцев авианосцев. ПВО у него хоть и относительно приличное, но все же несравнимое с американскими кораблями. Линкор на любителя, я конечно же с удовольствием себе его прокачаю и буду держать в порту, это все-таки какой-то своеобразный символ императорского флота Японии. Но насколько будет на нем интересен геймплей, это покажет время. Пока, честно говоря, корабль не очень. В американской ветке развития у нас находится научная фантастика, которая построена не было, линейные корабли типа Монтана, которые имеют эталон живучести в игре, максимальные 100 единиц из 100. Корабли не такие быстроходные, как Айовы, но зато имеют 4 башни главного калибра и 12 орудий калибра 406 мм, очень мощную ПВО. В общем, корабль для игры достаточно приятный. За счет 12 орудий против 9 у Ямато попадать вы будете несколько чаще. Ну и как традиционно, все американское имеет очень мощную ПВО, как я уже сказал, и несколько более удобных в управлении. Таким образом, прокачку веток линкоров, условно говоря, можно разбить на две части. Если вы хотите попробовать и еще не уверены, будете ли вы в первую очередь качать линкоры или нет, попробуйте начать с японских линкоров. Они на ранних уровнях все-таки имеют более дальнобойную артиллерию. Можете попробовать дойти до 6 уровня, поиграть на Фусо и понять, нравятся вам линкоры или нет. После Фусо, на мой взгляд, ветка японских линкоров несколько слабовата по отношению к американской ветке развития, хотя Нагата превосходит на 7 уровне своего визави линкоры типа Колорадо, но с 8 уровня уже явное преимущество за американскими линкорами. Если же вы поклонник американской ветки развития, тогда, конечно же, начинайте с американских линкоров, но будьте готовы к тому, что по 7 уровень включительно вы очень будете страдать от дальнобойных японских орудий. Все американские линкоры имеют до 7 уровня включительно небольшую дальность стрельбы. Но, прострадав на этих уровнях, вы выходите на 8 уровень на Норд-Каролину, и дальше у вас уже будет только сплошное счастье. Поэтому однозначно рекомендовать какую-либо из веток линкоров я не могу, все зависит от ваших предпочтений, какую нацию вы больше предпочитаете, Японию или США, и от того, хотите ли вы вообще прокачивать линкоры. Если же да, все-таки попробуйте начать с японцев и дойти до многих любимого фусо, и вы поймете, заходит ли вам геймплей на них или нет. Мне, честно говоря, геймплей на линкорах не понравился, и это не вина разработчиков. Корабли эти были действительно достаточно медленные, маломаневренные, с медленной стрельбой, поэтому в условиях динамичной игры получилось так, как получилось. Возможно, что-то в дальнейшем разработчики придумают. Ну и наконец, мы переходим к самому сложному в освоении классу в игре, это к авианосцам. Сразу скажу танкистам, это не арта, это корабли, которые имеют на вооружении авиацию. В принципе, любой корабль военный можно назвать артиллерией, потому что это, по сути, плавающие артиллерийские платформы. Даже авианосцы имеют зенитное вооружение, а некоторые американские и японские имели и артиллерию калибра 203 мм. Но пока это в игре не реализовано. Итак, американская ветка развития. Авианосец типа Ленгли на четвертом уровне. Маленький начальный проходной корабль. Ничего хорошего или плохого о нем сказать не могу. Можно тренироваться, можно играть на нем. Но, на мой взгляд, в японской ветке развития авианосец Хасё более предпочтительный. Он имеет две авиагруппы торпедоносцев. И все-таки сбрасывая торпеды с двух авиагрупп торпедоносцев, а не с одной, как имеет Ленгли, вы имеете больше шанс поразить противника и заработать какие-то очки. Однозначно мне Хасё нравится больше на четвертом уровне. На пятом уровне находится авианосец Цуйхо. В принципе, все то же самое. Я играю в ударном варианте, то есть у меня три эскадрильи торпедоносцев и эскадрилья бомбардировщиков. За счет большего количества эскадрильи торпедоносцев в ударном варианте, вы можете научиться более точно бросать торпеды и получать больше дамаг за счет большего пучка. Но есть один интересный момент в авианосцах США. Несмотря на то, что на некоторых кораблях эскадрильей под управлением меньше, на самом деле вы получаете самолетов больше, потому что у японцев в эскадрильи 4 самолета, у американцев в эскадрильи 6 самолетов. Это касается всех типов. Поэтому, например, эскадрилья японская против эскадрильи американской истребителей с большей вероятностью может проиграть только потому, что у нее самолетов в полтора раза меньше. На пятом уровне находится эскортный авианосец БОК. Ничего особенного по геймплею на этом корабле сказать нельзя. Это тоже проходной корабль, авианосец эскортный, одна группа бомбардировщиков, две группы истребителей. Ну, в общем, такой сугубо истребительный геймплей, прикрывать союзные корабли от налетов авиации противника. В истребительном варианте вы можете на нем иметь две эскадрильи истребителей, одну бомбардировщиков. В ударном варианте одна эскадрилья торпедоносцев, две эскадрильи бомбардировщиков. Я для себя сделал вывод, что ударные варианты приносят гораздо больше опыта, гораздо интереснее по геймплею, чем тупо заправлять истребители по карте и гоняться за самолетами противника. Да, это не совсем соответствует действительности, истребительные бои были, но у нас игра про утопленные кораблики, а не про сбитые истребители, поэтому все-таки интереснее дамажить корабли. На мой взгляд, на пятом уровне, как и на четвертом, японские авианосты гораздо сильнее и интереснее. На шестом уровне находятся авианосты типа Индепенденс, это легкие авианосты, в истребительном варианте они несут две эскадрильи истребителей, одну эскадрилью бомбардировщиков, в ударном варианте одна эскадрилья торпедоносцев и две эскадрильи бомбардировщиков. Скажу вам честно, несмотря на то, что корабль неплох и живуч, для шестого уровня такой сетап очень слабенький. Корабли уже достаточно мощные, одна эскадрилья торпедоносцев это очень и очень мало на шестом уровне. На шестом уровне в японской ветке развития находится авианосец Рюдзё, который имеет в истребительном или стандартном варианте одну эскадрилью истребителей, две торпедоносцев и две бомбардировщиков. Самый, конечно же, интересный вариант это ударный, три эскадрильи торпедоносцев и две эскадрильи бомбардировщиков. В принципе, при грамотном заходе на цель вы можете забирать крупный корабль за один заход. Таким образом, как вы видите, на ранних уровнях развития японские авианосцы заточены значительно больше в сторону нанесения дамага по кораблям, а американские авианосцы все-таки больше имеют приоритет на прикрытие своих кораблей истребителями. Ну, я вам скажу честно, мне такой геймплей не нравится, прикрывать свои корабли истребителями. На седьмом уровне в японской ветке развития находится известный же авианосец Хирю, который в стандартном варианте имеет две эскадрильи истребителей, две торпедоносцев и две бомбардировщиков. В ударном варианте три эскадрильи торпедоносцев и три бомбардировщиков. Это уже очень серьезный авианалет на корабли противника и в опытных руках Хирю дамажит просто адово. Великолепный корабль на седьмом уровне. В американской ветке развития находится авианосец Рейнджер, который имеет в истребительном варианте две эскадрильи истребителей и две бомбардировщиков. В ударном варианте он имеет одну эскадрилью торпедоносцев и три эскадрильи бомбардировщиков. Да, бомбардировщики, конечно, в сегодняшних реалиях игры очень неплохо поджигают своими попаданиями, но на седьмом уровне, на мой взгляд, одна эскадрилья торпедоносцев для дамага в команде это слабо. Хотя корабль имеет очень хорошее ПВО для своего уровня и, в принципе, наверное, более правильное использование авианосца Рейнджер, как и более ранних американских авианосцев, это истребительный вариант. Все-таки ударный вариант у него достаточно слабенький. На восьмом уровне развития в американской ветке находится авианосец типа Лексингтон. В стандартном варианте имеющий две эскадрильи истребителей и две бомбардировщиков, что очень странно и очень мало. В ударном варианте одна эскадрилья торпедоносцев и три эскадрильи бомбардировщиков. Как вы видите, по сути, никакого прироста по сравнению с Рейнджером, хотя корабль очень крупный и, мне кажется, здесь будет иметь место какой-то еще ап, потому что, ну, на восьмом уровне одна эскадрилья торпедоносцев это просто ни о чем. Совершенно. Отсюда и вытекает геймплей и на этом американском авианосце. Более разумно, наверное, будет его использовать в истребительном варианте и прикрывать свои союзные корабли от налетов авиации противника. Его конкурент в японской ветке развития это знаменитейший авианосец Сюкаку. Традиционно. Традиционно стандартный вариант включает две эскадрильи истребителей, две торпедоносцев, две бомбардировщиков. Ударный вариант. Три торпедоносцев и три бомбардировщиков. Корабль очень хороший, очень приятный в управлении, быстроходный, относительно маневренный, отлично дамажущий авиагрупп, то есть прекрасный дамагер в команде. Если авианосец Сюкаку после боя не находится по дамагу на первом месте в команде, ну или в крайнем случае на втором месте после какого-то эсминца, значит коллега на нем сыграл из рук вон плохо. Прекрасный корабль и на мой взгляд на восьмом уровне он гораздо лучше американского лексингтона. Девятый уровень в японской ветке развития. Великолепный авианосец с бронированной палубой Тайхо. Имеет уже относительно мощную ПВО по сравнению с другими японскими кораблями, которая способна очень сильно прорядить авиагруппы противника. В стандартном варианте имеет три эскадрильи истребителей, две торпедоносцев и две бомбардировщиков. В ударном варианте одна эскадрилья истребителей, три торпедоносцев и три бомбардировщиков. На закрытом бета-тесте было четыре эскадрильи и торпедоносцев и три бомбардировщиков, если я не ошибаюсь, и это было очень и очень существенно. По сути, любой авианосец забирался за один заход гарантированно. Корабль мне очень и очень понравился. Играть на нем было приятно, интересно, очень хорошо дамажил. В американской ветке развития на девятом уровне находятся не менее знаменитые и известные авианосцы типа Essex. Корабли очень живучие, имеют прекрасную ПВО, относительно неплохие маневренные характеристики. В истребительном варианте три эскадрильи истребителей, две бомбардировщиков. В ударном варианте одна эскадрилья истребителей, две торпедоносцев и две бомбардировщиков. Конечно, он отличается по геймплею ударных авиагрупп от японских авианосцев, но все-таки этот корабль уже может дамажить. Дамажить прилично по одной простой причине. Две эскадрильи торпедоносцев это 12 самолетов, а у японцев три эскадрильи самолетов это те же 12 самолетов. То есть здесь мы уже выходим на паритет с японскими авианосцами в ударных авиагруппах. Ну, с той единственной разницей, что американские авиагруппы немножко живучие и управлять на тактической карте ими гораздо меньше за счет меньшего количества эскадрильи. Еще раз повторю, авианосцы типа Essex очень живучи и обладают великолепной ПВО. Ну и конечно мы дошли до топов. Десятый уровень это мега авианосцы, которые начали строить в самом конце войны, типа Midway. В боевых действиях они во время Второй мировой войны участия не принимали, немножко не успели, но тем не менее это были, если не считать японского Синана, самые крупные авианосцы, построенные на заключительном этапе Второй мировой войны. На них поиграть на закрытом бета-тесте ни у кого не получилось, по одной простой причине их не было. В истребительном варианте Midway имеет три эскадрильи реактивных истребителей Банши и две эскадрильи бомбардировщиков. В относительно ударном варианте это одна эскадрильи истребителей, две торпедоносцев и две бомбардировщиков. Честно говоря я сомневаюсь, что кто-то будет их использовать в истребительном варианте, хотя наверное найдутся мазохисты-аутисты, которые любят погоняться в воздухе в игре про корабли за чужими самолетами. Ну это дело вкуса. Судя по показателям, очень сильная ПВО у этого корабля, относительно неплохая маневренность и как у всех десяток очень слабая маскировка. Дальность видимости с кораблей 18,5 километров. Практически корабль будет светиться с респом. В японской ветке развития находится авианосис Хакариу или Хакуриу. Надо еще разобраться как правильно это название читается. Корабль является дальнейшим развитием кораблей типа Тайхо. На самом деле это должны были быть третий, четвертый и пятый корабль в серии после первых двух типа Тайхо, которые должны были быть построены одинаковыми. Следующие корабли должны были иметь увеличенный по длине корпус, более вместительные ангары и как следствие естественно более крупную по численности авиагруппу. Истребительный вариант 4 эскадрильи истребителей, 2 эскадрильи торпедоносцев и 2 бомбардировщиков. Ударный вариант 1 эскадрильи истребителей, 3 торпедоносцев и 4 эскадрильи бомбардировщиков. На ЗБТ было наоборот, 4 торпедоносцев, 3 бомбардировщиков, ну, в целях какого-то баланса решили нам это изменить, я считаю, что неправильно. К сожалению, у меня этого авианосца на ЗБТ не было, я не успел до него совсем чуть-чуть докачаться, но я видел, как они работают в игре. Корабль наносит просто ураганный урон по кораблям противника, у него реактивные торпедоносцы, на Каджиме J8N1 на ЗБТ, насколько я помню, не было. Если я не ошибаюсь, это японский аналог немецкой кометы Мессершмитта 163, то есть самолет не реактивный, а ракетный. Посмотрим, докачаемся, что это такое. И что такое на Каджиме J5N пикирующие бомбардировщики, я тоже не знаю. Реактивные это или поршневые. Докачаемся, увидим. Очень хорошая, как для японских кораблей, ПВО, наверное, одна из лучших. Неплохая маневренность у авианосца и отличная маскировка, как для 10 уровня. Дальность видимости с кораблей 15,7. Практически на 3 километра меньше, чем у американского Мидуэя. Корабль достаточно живучий. Попадая на Тайха в бои против этих десяток, не так часто удавалось их утопить за один заход. Корабль хороший, я видел, как опытные игроки ими управляют, и, как говорится, must-have. Итак, какую же ветку развития из авианосцев выбрать новичку? Мой совет, не спешить с авианосцами. Поиграйте немножко на артиллерийских кораблях, почувствуйте дух игры, морскую тематику, а потом уже потихонечку беритесь за авианосцем. Посмотрите видео у меня, у других вододелов, как управлять авианосцем в бою, как дамажить, как правильно заходить авиагруппами в атаку. Если же вы все-таки решились начать прокачку авианосцев, попробуйте с японской ветки. И именно с ударных вариантов. Да, конечно, попадая против истребителей противника, они будут вам досаждать, но нам легких путей не нужно. Вы будете искать обходные маневры, пути прохода к уражеским кораблям, и это вам будет доставлять удовольствие. Попробуйте дойти до авианоса 6 уровня Рюдзо, ну или до авианоса Хью, который уже имеет большие по составу авиагруппы. Вы начнете попадать в бой с более крупными кораблями, начнете дамажить, и вы почувствуете, идет вам ветка авианосцев или нет. Американские авианосцы несколько более простые в освоении за счет того, что у них авиагрупп меньше, и требования, предъявляемые к игрокам на американских авианосцах, особенно ранних уровней, конечно, гораздо поменьше. То есть в какой-то мере на американских авианосцах играть проще, но если вы все время будете гонять истребителей по карте и сбивать истребителей противников с других авианосцов, либо их атакующие авиагруппы, поверьте, опыта игры на авианесущих кораблях вы не получите. Вы можете совершенно спокойно дойти до Медуэя и так и остаться ботом в команде. Поэтому, если вы хотите научиться играть хорошо и быть полезным в команде на корабле класса авианосец, однозначно японская ветка. Она вас и научит дамажить, и очень сильно подровняет руки, и научит в плане стратегии и тактики. Если же вам просто нужны авианосцы, чтобы понтануться, а вот у меня есть десятка Медуэй, тогда, конечно, качайте американскую ветку развития. Итого, давайте подытожим все, что я вам наговорил в этом фильме. По линкорам и по авианосцам, начинать с японцев. Это мое личное мнение. Я высказал свои мысли и поделился опытом, который я успел получить на ЗБТ. В этом обзоре я еще хотел остановиться на премиумных кораблях, но по времени фильм получился очень длинным, и я решил перенести обзор премиумных кораблей и на что можно потратить свои кровные деньги в следующий ролик. Оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на наши каналы Викхолд или под веселым Роджером. До свидания, друзья. До новых встреч.